Слушайте, ребята, они всё-таки это сделали, они смогли, они довели крупнейшую нефтегазовую корпорацию России, да чё там Россия, не ошибусь, если скажу, что она крупнейшая в Европе, так вот, они довели данную корпорацию почти до банкротства, практически разорили, убили, уничтожили, если так понятнее. Речь идёт, разумеется, о Газпроме, а кто они, вот эти вот прекрасные умельцы, правильно, эффективные путинские менеджеры, которые очень старались долгие годы, дабы ушатать наше национальное достояние, и, повторюсь, у ребят это практически получилось, браво, браво! Предлагаю всем вместе поаплодировать сейчас. Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром. Вы молодцы. Объясните мне тупому как? Как можно было разворовать целый Газпром? Хорошо, не разворовать, мы в конце концов не в суде находимся, не доказано. Тогда переформулирую предложение, как можно было проебать такую огромную корпорацию ещё раз. Крупнейший нефтегазовый холдинг в Европе, крупнейший раз. Нефтегазовый два, там даже ума большого не нужно, чтобы бабки рубить дырку в земле, пробил и качая нефть с газом, превращая их в звонкую монету, но Миллер с ребятами как-то смогли прокакать всё дело. Вот я и задаюсь вопросом, если не воровали, а мы от этого договорились танцевать, то как? Насколько некомпетентными надо быть? Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. Не хотим! Ладно, шутки в сторону, давайте без сарказма. Об этом не расскажут по телевизору, однако умные и, возможно, знающие люди уверяют, что в правительстве здорово напуганы текущим положением вещей. Я, к слову, вон и верю, поскольку даже эти должны понимать, что крах Газпрома ничем хорошим для страны не закончится. Полное уничтожение корпораций потащит за собой на дно всю российскую экономику. 91-е и 98-е годы просто небольшим испугом покажутся. Поэтому там вроде как волнуются, проводят какие-то консультации, ищут пути выхода из кризиса, поговаривают, что варианты вплоть до смены руководства рассматриваются. Хотя вот тут надо понимать. Даже если допустить, будь то Миллера и Ко уберут с Газпромовских должностей, но, скорее всего, просто куда-то в другое место перерокируют, так вот даже в этом случае он и вряд ли избавит нас с вами от очередного удара по башке, поскольку, ну, во-первых, это не даст моментального эффекта, да и не факт, что сменщики не окажутся, ну, еще более одаренными. Например, во-вторых, а спасать-то тот Газпром будет кто? Да мы с вами! Шо? Опять? Ага. Хорошо. Сейчас остановимся, но нам подробнее. Это реальная журналистика. Кручу, верчу, выиграть хочу тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Так о чем мы? О спасении Газпрома. Начнем сразу со второго варианта, за наш счет. Хотя и в первом для него не обойтись. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем и такс. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А я, вы знаете, не очень верю во всю эту затею, объясню почему. Сразу приходит в голову история о том, как мы с вами точно так же, только в 2018-м, пытались спасти банк открытия, тоже за свой счет. Для тех, кто не знает, что это за банк такой и с чем его едят, рассказывают. Возник на фундаменте крупнейших финансовых учреждений из российских регионов. Помните, такие финансовые глыбы, как Петрокоммерс, Абсолют Траст, Бинбанк, Росгосстракт, Свердловский губернский, Новосибирский муниципальный банк и многие-многие другие. Короче, вот все они стали основой для возникновения того открытия. Я, грубо говоря, собрали региональных гигантов в кучу и сказали, теперь вы одна большая федеральная контора. Те вчера по пять были очень большие. По пять рублей, ну очень большие. Хотя и по пять. А сегодня по три рубля маленькие. Открытие действительно был большой федеральной конторой. Входил в топ-10 крупнейших российских банков. ЦБ его даже в перечень социально значимых и вынес. Однако вот в 2017 году такая же точно команда эффективных путинских менеджеров загнала банк в долги. И вот чиновники тогда, помню, завизжали, дорогие россияне, спасать необходимо банк. Это нужно всем нам. Это нужно России. Это восьмой игрок на рынке как банк. Крупнейшие, абсолютно крупнейшие три государственных пенсионных фонда. Где-то около трети, 30% всех частных за пределами ВЭБа Молчунов денег пенсионных фондов. И все-таки вторая по величине компания Росгостра страховая. Поэтому, в принципе, финансовая группа крупная. И, наверное, ЦБ прав в том, что купировать именно этот риск надо было первым. Что? Что? Какой результат? Какой результат? Спасли. Триллион из бюджета дали. Дальше. Как думаете, чем дело закончилось? Правильно. Спустя пять лет в 22-м открытие все-таки затрещал по швам и отошел в итоге банкиру Костину. Смотрите-ка, интересная штука получается. Спасали банк мы всем миром, а сливки снял один единственный дяденька толстосум. Может, еще раз поаплодировать? Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение, исходя из следующего. Мы, вы знаете, готовили открытие к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами. И, кстати, они были. Но сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк открытия в рынок. Что ж нам... Ну да, поэтому решили просто подарить его Костину, а почему нет? Мужик-то он хороший, приятный во всех отношениях. Господи, да жалко, что ли? Банкам больше, банкам меньше. Пизу. Ну да, мы опять отвлеклись. Впрочем, я почему-то уверен, что с Газпромом такой же фокус провернуть не удастся. И дело даже не в том, что данная идея вряд ли понравится в том числе бестолковым ура-патриотам. Нет, дело в другом. Оноя может привести к серьезному конфликту и даже расколу. Среди так называемых элит, а им это нужно. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. И мы его должны защитить. А не кажется ли тебе, что мы остановились в своем развитии? Только не надо обобщать. А потому что Газпром это ведь не какой-то там банк. Слишком много наверху желающих может отыскаться на столь жирный кусок, да на халяву практически. Слишком много среди них, таких вот умных Костиных. Короче, ну не понравится скорее всего условному Сечину, что огромную корпорацию национального масштаба взяли и подарили условному Дени Паске. Ну или наоборот. Потом, сама корпорация это ведь еще и мощный рычаг влияния, в том числе политического. Отдаст ли такую волшебную палочку Кремль хоть кому-то, даже самым близким проходимцам? Нет. Другое дело, что и свои бабки, и кремлевская братва в тот Газпром вряд ли захочет вкладывать, посему с максимальной долей вероятности будут все-таки искать с кого состричь. Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане стоят перед вами на колене? Сесть! Встать! Сесть! Встать! Стыдный позор, господин Кругец! Ну и тут затык, друзья, потому что стричь с вечно богатых российских скрипцов и пенсионеров, ну уже нечего просто. Их вытрясли как грушу, а в данный момент еще и налоговая реформа готовится, да. Я про то самое прогрессивное увеличение НДФЛ до 15, а в некоторых случаях даже до 22%. Скрипцы, конечно, как обычно, наивно полагают, будто бы эта история не про них, а про тех, кто много зарабатывает. Нет, дорогие мои, это и про вас. И про ударенных по голове телевизором нищебродов тоже. Очень скоро вы все дружно оное поймете, ощутив все прелести нововведений на собственных шкурах. Пока же слушайте сказки любимых чиновников. Вот мы сколько соберем от этой налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет, знаете, каких-то предложений в кубышку, значит, это сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансировано отдадим. Это первое. Вопрос. Справедливость распределения мы чуть попозже это, наверное, так сказать, рассмотрим. Вот, это первое соображение. Второе. Все, что мы соберем, мы отдадим. И у нас будет еще сбалансированный бюджет, поскольку это тоже важно. Коллеги об этом говорили. Сбалансированный бюджет – это и стабильность инфляции, это и ставки. Ну, это, собственно, все вытекающие отсюда последствия. Нет слов. Вообще, мне, в принципе, думается, что в данном случае остается один единственный, более-менее приемлемый рабочий вариант. Да, в очередной раз нагнуть коммерсантов, ограбить их каким образом? А помните аферу с так называемым «разовым добровольным сбором», что возникло полтора года назад, в феврале 23-го? Тогда для латания дыр в бюджете правительство предложило бизнесу в порядке исключения, но за счет собственных скрытых ресурсов собрать для казны дополнительные 300 миллиардов? Изначально спор «Диазбор» действительно продавался как «разовый», ну, то есть обещали, вот один раз заплатите и все. Власти обсуждают с бизнесом добровольный взнос в бюджет. Об этом сосылка на первую вице-премьеру Андрея Белоусова сообщило информационное агентство ТАСС. Речь идет об однократном платеже для крупных компаний, которые получили сверхприбыль в предыдущие годы. Андрей Белоусов подчеркнул, в налоговой практике есть такое понятие, как «windfall tax». В вольном переводе это налог на доходы, принесенные ветром. «Потому что схавают!» Ага, а превратилось оно в конечном итоге в дополнительный налог на сверхприбыль прошлых лет. О, как завернули! Ну, а чё, прикольная тема-то, самое главное, что точно сработает. Подумаешь, побухтят те коверсы на кухнях или в кабаках. Может быть, даже посты гневные в каком-нибудь нельзя грамме напишут, потом, правда, отредактируют их. В конечном итоге всё равно ведь скинутся, так и спасём, газовый холдинг. Хотя, не думаю, что надолго, потому что очень скоро, ну, мне так кажется, «Газпром» опять начнёт сыпаться. Дело-то ведь не в минирах. Дело в системе. Вот только следующего раза, боюсь, экономика России уже не переживёт. Ну, и под занавес для тех, кто успел выдохнуть. Ах, ну, если за счёт этих хапук предпринимателей газового монополиста спасать соберутся, то мы вроде как и согласны даже. Пусть платят жульё барыжное. Но, опять я вас расстрою, жульё барыжное как раз ни за что платить не станет. Больше скажу бары, коих и вы жуликами считаете. Возможно, даже освободят от тех добровольно-принудительных поборов. Скидываться придётся мелочи косопузой. И П. Пупкину, какому-нибудь владеющему, ну, скажем, двумя ларьками, или о-о-о солнышку, ремонтирующему старые ноутбуки, или магазину подержанных аккумуляторов, короче, твоим работодателям, которые так-то с трудом тебе зарплату в 30 тыр каждый месяц наскребают, вот ты их потрясу, твое имя Газпрема. Как думаешь, на выполнение обязательств перед тобой после у того коммерсанта много денег останется? А ты ведь, наверное, о премии мечтаешь, да? Кредит хочешь поскорее закрыть? В отпуск съездить? Ну, хотя бы на речку-г***чку. Ладно, это всё лирика и пока что просто мысли вслух, но вы перевариваете, думаете. Всё! Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает в продвижении видео. В соцсетях тоже жду, друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok